Девушки отдыхают О, здорово, прецеда Нет, я быков Нет, что, женщина Женщина Вот Опять сделаешь По-моему, это какое-то наебалово Ах, нахлебалово Ну, конечно Как, в общем-то, и весь коммунизм Но мы немного не об этом говорим Вот, смотрите, парни Советский народ запустил в космос Сначала спутник, потом Юрия Гагарина Целину поднял Кукурузу за полярным кругом посадили Пятиэтажек настроили, чтобы людей из коммуналок расселить А вот такую элементарную вещь, как производство презервативов, советы наладить не смогли Ну, а что было сложного в производстве презервативов? Ведь резиновые перчатки, например, уже давно производились Сложного-то ничего не было Но резины на все не хватало Поэтому презервативы производились в таком узеньком промежуточке Между противогазами с одной стороны и галошами с другой Тому и назывались резиновые изделия номер два Короче, все было через жопу Хотите узнать о дефиците больше? Валите назад в свой колхоз О, здорово, председатель Запчасти привез? Нет Мужики, смотрите, что зоотехник мне нас дал Таблетки для быков, чтобы у них стоят мощнее был Ого, какие здоровые Пахнут ничего так Мы не знали, какие они горькие Ладно, дай что ли штуки по три на пробу Подальше от коровника только принимай, а то еще, блин, на скотину набросишься Ну что, не пошли таблеточки, сынки? Пошли, но только не туда А вот в СССР все пошло туда Жизнь не стояла на месте В 79-м году сняли фильм «Москва слезам не верит» Который, кстати, получил в Америке Оскара как лучший иностранный фильм Да ладно, надо загуглить Там уже не просто женщина в купальнике на кровати лежит Там уже женщина и с ней мужчина и оба в постели Что же мы с тобой решим? Сейчас Сашка из института придет Да-да, как ранд Так, белье в шкаф А девочка, подросток, вообще в одних трусах по комнате бегает Да это вообще, ну, порнуха какая-то по тем меркам получается Может и порнуха, но настоящая порнуха появилась на любительских фотографиях Паратура тогда стала продаваться на простых советских прилавках Раньше-то только в фотосалонах можно было печатать А тут народ взялся, развернулся И пошли по электричкам всякие темные личности Которые с удовольствием за небольшой прайс продавали всякие картинки с деталями женской анатомии Я, кстати, свои первые деньги так заработал А на что потратили? Ха, на женщин, конечно Ну, народ-то так уже понасмотрелся так Подвыкся в этой сексуальной ситуации Ну, и решили, решили сами попробовать А то, что еще делать-то было Ни интернета, ни видеошмидио, ни компьютерных игр этих и так далее Ну, не читать же моральный кодекс строителя коммунизма по ночам Ну, у меня жилплощади не было Я брал себе путевочки, дом, отдых, санаторий Если не на море, то можно и в лесочке подмосковном А с другой стороны туда же подруги заезжали И там происходил народный массовый разврат То есть, то, о чем мечтали первые комсомольцы, наконец-то произошло? Да, обобществили, наконец Артемий, а что вы все время молчите? Рассказали бы что-нибудь Поговорили о погоде, о звездных Да я, девчонки, такой стеснительный Вот, пять звезд Пойдем, девчонки, ко мне в номер Подсчитаем звезды Лежа на кровати Ну что, девчонки, оздоровились? Да, ну с 20-х годов, конечно, многое изменилось Да, только теперь голова болит от этого Ну, отдохни Отдохни, посмотри телевизор Кстати, в те времена телевизор стал уже цветной А в некоторых уголках Союза Советских Социалистических Республик Например, в Эстонии смотрели уже финское телевидение А по финскому телевидению в 83-м году показали французский фильм Эммануэль Можно сказать, первый эротический художественный фильм Если вы не знаете, как связаны Эммануэль и самолет, улетающий в Вангкок Спросите друзей Они объяснят? Так вот, я знаю, дружки мои из Ленинграда Специально приезжали в Эстонию, чтобы посмотреть это самое кино Это типа как, ну, ночные приключения Марианы Ро или Кати Клэп, что ли? Это пособие по увеличению рождаемости в европейской части СССР Насчет рождаемости не скажу, но точно знаю, что в это же время В 80-е годы в СССР появилось большое количество видеомагнитофонов Кооператоры пооткрывали видеосалоны, куда приходили потные мужики и смотрели все, что хотели Статистика В 87-м году в Советский Союз из-за границы было ввезено Я думаю, это далеко не полные данные Порядка 100 тысяч видеокассет О, это, наверное, был резкий скачок в образованности граждан Да, настолько резкий, что в 88-м году в Советском Союзе сняли фильм «Маленькая Вера» Я бы сказала, что у нас ребенок будет И в этом фильме секса, причем такого, со всеми телесами, со всеми делами, было просто навалом Ну так, конечно, не бразерс далеко, но декорации прикольные А это не декорации Это Союз Советских Социалистических Республик Повсюду грязь, тухлятина и руины Но люди хотели жить немного по-другому Юбки становились все короче, мужики все наглее, перестройка, гласность, все дела Ну и под напором либидо СССР распался, а секс остался Можно сказать, что секс победил СССР? Думаю, что да, так оно и случилось Потому что весь народ с огромным удовольствием и азартом занимался тем, что начальство никак не одобряет И при том делал это абсолютно безнаказанно Ни одно государство такого не выдержит Потом уже в 90-е годы начальнички это поняли и разрешили сексу идти своей дорогой и куда угодно Я, кстати, был первым главным редактором российского издания эротического журнала «Плейбой» Сначала были маленькие проблемки, но потом все восприняли это с большим энтузиазмом Но тогда никто и представить не мог, что через 20 лет у всех будут смартфоны с ютубом, инстаграмом и википедией И порнохабом! Ладно, ладно, чувачки, наслаждайтесь своими этими хабами, если не можете наслаждаться бабами Вы живете в более-менее свободной стране, по крайней мере в сексуальном смысле Так что, пока вас не тормознули какие-нибудь новые поборники высокой нравственности Идите, занимайтесь сексом, ни в чем себе не отказывайте А что, пойдем? Да, пойдем! Шагайте, чуваки, но желательно не друг с другом Друзья, с вами я прощаюсь Звать меня Дед Артем, ветеран советского секса Надеюсь, вы сегодня узнали кое-что для себя новое из нашей историко-сексуальной перспективы Желаю вам, чтобы все ваши эротические фантазии воплощались в жизнь Здравствуйте Два гандона Что, два гандона я вижу А брать-то что будете? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok